Вести Карачаева Черкесия Вести Карачаева Черкесия успешно прошли проверку готовности к началу летнего купального сезона. По итогам весенней сессии онлайн-уроков финансовой грамотности Карачаева Черкесия поднялась на 17 место в стране. Золотому шитью искусств плетения гобелена обучат на мастер-классах, которые пройдут в Карачаево Черкесии. Далее об этих и других темах подробнее. Казим Шаманов Карачаева Черкесия стала одним из 22 регионов России, где в нынешнем году на базе ДОСААФ начнет работу круглогодичный центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». В центре будут проходить пятидневные учебные сборы, участники которых будут познавать основы военной службы, а именно тактической, огневой, строевой, физической и военно-медицинской подготовки, а также правила радиационной, химической и биологической защиты. Об этом расскажет министр по делам молодежи Ибрагим Татаркулов. В центре будет осуществлять свою деятельность по нескольким направлениям. Это военно-патриотическое воспитание, конечно же, затем, помимо этого, это подготовка к военной службе, также, помимо этого, развитие способности технического и художественного творчества, также, помимо этого, конечно, это еще и физическое развитие. Следует обратить внимание на то, что он будет осуществлять свою деятельность на регулярной основе. И целевые показатели, которые перед нами поставлены главой Карачаево-Черкесии Рашидом Борисовичем Тимрезовым, это минимум 900 человек в год. Это школьники Карачаево-Черкесской республики, 9-10 классов, чтобы принять участие в деятельности учебно-методического военно-патриотического центра «Авангард» на территории Карачаево-Черкесской республики именно с точки зрения школьника. Механизм следующий. Первое. Управление образованием районов, муниципальных районов и городов Карачаево-Черкесской республики направляет заявки с отражением количественных показателей в адрес учебно-методического военно-патриотического республиканского центра «Авангард». Далее, в зависимости от имеющихся квот, отбираются участники, которые в рамках деятельности этого центра проходят образовательный процесс. Карачаево-Черкесия вошла в число 21 региона победителей первого этапа конкурса на грантовую поддержку проектов, направленных на развитие внутреннего туризма. Так, туристическая отрасль республики получит господдержку от правительства в размере более 342 миллионов рублей. Финансирование осуществляется в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Региональный конкурс на получение грантов для предпринимателей туротрасли в ближайшее время будет объявлен Министерством туризма и курортов республики. Общероссийский народный фронт и региональный центр поддержки малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес» создали в социальной сети ВКонтакте интернет-площадку «Ярмарка-09», которая призвана помочь предпринимателям и жителям Карачаева-Черкесии в продаже и покупке услуг и товаров. Каждый желающий может оставить заявку на странице сообщества и совершенно бесплатно продвигать с ее помощью свой товар. Об этом рассказала глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Карачаево-Черкесии Людмила Капушева. Возникла идея сделать площадку для тех, кто живет в КЧР, чтобы мы могли найти друг друга. Те, кто ищет продукт некий, эксклюзивный, и те, кто производит эти продукты. Прежде всего, это именно для тех, кто потерялся из старых, будем говорить, соцсетей. И так как наиболее развивающейся, наверное, площадкой сейчас является ВКонтакте, очень многие люди зарегистрировали заново, либо вернулись в эту соцсеть, было решено сделать эту площадку именно ВКонтакте. Нашлись активисты, люди, которые нас поддержали, СММщики, СЕО, продвигающие этот продукт. И они готовы, в общем-то, тоже помочь с точки зрения рекламы, таргетинга и так далее, и так далее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И на 84% превысила общий ввод жилья за 2020 год. Это рекордный показатель по республике за весь постсоветский период. В республике запустили мобилизационный партийный проект «Жители МКД», в рамках которого региональная партия «Единая Россия» будет предметно помогать и решать проблемы жителей многоквартирных домов. Его реализацию в Карачаево-Черкесии обсудили на состоявшемся совещании с участием депутатов парламента республики и Думы Черкеска, представителей Министерства строительства и ЖКХ, а также мэрии Черкеска и управления госжилнадзора. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 12 пляжей Карачаево-Черкесии успешно прошли проверку готовности к началу летнего купального сезона. Проверка проводилась на основании предоставленных заявлений деклараций собственниками пляжей в соответствии с новым порядком по эксплуатации пляжей, утвержденным приказом МЧС России. Сотрудники госинспекции по маломерным судам проверяли пляжи по ряду критериев, призванных обеспечить безопасность людей в зонах купания. В настоящее время проверяется готовность еще трех пляжей, один из которых на курорте Дамбай и два в Тиберде. Кроме того, сотрудники МЧС проверили объекты экстремального туризма на реке Большой Зеленчук, где осуществляется сплав по горной реке. Мониторинг предоставления туристических услуг проведут на курортах Карачаево-Черкесии. При выявлении нарушений законодательства жители могут быть привлечены к ответственности. Как отметил министр туризма и курортов Карачаево-Черкесии Расул Тикеев, в республике предоставляются разнообразные туристические услуги, в числе которых авто, мотоэкскурсии, прокат автомобилей и квадроциклов, конный прокат, а также аттракционы. Вместе с тем некоторые лица, предоставляющие данные услуги, не всегда действуют в рамках законодательства. Глава региона Рашид Борисович Темрезов уделяет особое внимание предоставлению и качеству предоставления туристических услуг на территории. И самое важное, это аспект безопасности предоставления этих услуг. Ввиду чего мы буквально недавно совместно с заинтересованными органами, как и власти нашей, так и правоохранительных органов, мы создали комиссию, был выезд на территорию поселка Архыз, проводили мониторинг, так сказать, предоставления этих услуг. Дело в том, что здесь нужно основной упор делать на систематизацию и правильное оказание услуг. Турист, обращающийся, либо любой другой человек, он должен получать правильную услугу. Это должно подкрепляться договором, страховкой, всеми атрибутами безопасности. И вот буквально скажу недавно, у нас в первом чтении принят закон об автомототуризме, который предполагает прохождение на автомототранспортных средств на специально отведенных туристских маршрутах, которые будут соответствовать требованиям безопасности. Это будут маршруты паспортизированные. В принципе, мы сейчас активно этой работой занимаемся. Тогда свои плоды, значит, это правильное оказание услуг, это систематизация оказания услуг. В августе текущего года планируется завершить работы по реконструкции стадиона «Нарт-Черкеска». На западной и восточной части объекта будут установлены трибуны вместимостью 8960 мест. Предусмотрена административная пристройка. Над западной трибуной будет навес из легких стальных конструкций. Заменят также покрытие беговых дорожек и футбольного поля. В подтрибунном пространстве западной трибуны планируется расположить универсальные спортивные залы с душевыми, санузлами и раздевалками. Будут конференц-зал, буфет, комментаторская кабина и административные помещения. По итогам весенней сессии онлайн-уроков финансовой грамотности Карачаева-Черкесия поднялась на 17 место в стране. Для сравнения, в 2021 году республика была на 22 месте. В мероприятии приняли участие 77% школ Карачаева-Черкесии. Это на 20% больше, чем весенние сессии 2021 года. Шитью и искусству плетения гобелена обучат на мастер-классах, которые пройдут в Карачаево-Черкесии. С 15 по 18 июня в Государственном республиканском историко-культурном музее-заповеднике имени Марии Бочуровой состоится мероприятие, посвященное столетию образования Адыгеи и Году культурного наследия народов России. На выставке посетители смогут не только ознакомиться, но и приобрести различные изделия. Пельмени, мороженое и куриное карачка без документов везли в Карачаево-Черкесскую республику из Краснодарского края. Комментирует информацию заместитель начальника отдела государственного ветеринарного контроля и надзора Северокавказского межрегионального управления Руссельхознадзора Аюб Каблахов. В мае 2022 года в Северокавказском межрегиональном управлении Руссельхознадзора поступили материалы из МВД России по Атранинскому району Краснодарского края о незаконном ввозе продукции животного происхождения в Карачаево-Черкесскую республику. Установлено, что житель республики перевозил в грузовом автомобиле молочную продукцию, мороженое, пельмени, куры на карачка и фаршированный болгарский перец без необходимых ветеринарных сопроводных документов, в том числе в электронном виде, который отображается в системе Меркурий и характеризирует территориальное и видовое происхождение продукции, а также ветеринарное санитарное состояние хозяйства, откуда была она вывезена. Управлением Руссельхознадзора объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Операторы горячей линии Карачаево-Черкесского отделения Пенсионного фонда России с начала года помогли 24 тысячам граждан, комментирует информацию руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда Республики Анна Шаганова. За пять месяцев 2022 года специалисты горячей линии отделения Пенсионного фонда по Карачаево-Черкесии помогли получить ответы на вопросы, связанные с пенсионным обеспечением и мерами социальной поддержки более чем 24,5 тысячам жителей Карачаево-Черкесии. Чаще всего граждан интересовали темы назначения индексации пенсии, социальных выплат на детей, получения материнского капитала. В топ самых частых обращений граждан вошли такие вопросы, как срок выплаты пенсии, результат рассмотрения заявлений на ежемесячные пособия, оформление справок и документов, использование электронных сервисов Пенсионного фонда. Жители Карачаево-Черкесии стали активнее пользоваться услугами горячей линии. Каждый может получить информацию по всем вопросам, связанным с мерами социальной поддержки по телефону 8 800 600 02 91. Режим работы – понедельник, пятница с 8 до 17 часов. Получить консультацию жителей региона также могут, написав обращение через онлайн-приемную на сайте Пенсионного фонда. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, завтра по республике ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха до 29 градусов. В горах местами плюс 14-19. В Черкесской без существенных осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду. Порывы до 14 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 28 градусов. Радио России. Карачаево-Черкесия. На правах рекламы. Общество с ограниченной ответственностью в Ултам требуются операторы оборудования, электромонтеры, прессовщики, подавальщики. Черкесск, Пятигорское шоссе 23-8938-038-84-37. Уважаемые граждане, доводим до вашего сведения, что на территории Карачаево-Черкесской республики работает Госюрбюро, оказывающее бесплатную юридическую помощь гражданам, относящимся льготным категориям, в случаях и в соответствии с федеральным законом о бесплатной юридической помощи в Российской Федерации. Вы можете прийти на личный прием в Черкесске по улице Красноармейская, 33. Обратиться по телефону 28-00-56 или оформить электронное обращение на сайте губкчр.ру. Это все новости к этому часу, с ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова До новых встреч!